Сегодня второй день, четвертой четверти, и у родителей пока еще остаются вопросы, касающиеся дистанционного обучения. На них ответила министр образования региона Ирина Коклюгина в режиме онлайн. Чаще всего звучал вопрос, когда же до конца наладят доступ в школьный портал. Коклюгина отметила, что в министерстве знают о проблемах, их оперативно устраняют и решают, но если перебои продолжатся, то для дистанционного обучения существует альтернатива. Также министр образования добавила, что эта неделя будет самой сложной, и сейчас два формата обучения. В первом учитель общается с детьми лицом к лицу через скайп, зум или другие платформы. Во втором случае ребенок получает ссылку на записанный урок с комментариями, смотрит ролик, читает параграф и потом делает домашнее задание там же, на платформе дистанционного обучения. Во время онлайн-конференции Коклюгина и ее коллеги отметили, что проблемы есть, но они будут решены в ближайшее время. Мы сейчас совместно с коллегами, которые отвечают за работу федеральной системы, вместе пытаемся устранить эти причины, которые влепли к сбою в работе. Соответственно, надеемся, что к утру нам удастся эту работу закончить и восстановить работу портала. Завтра-послезавтра заработает? А если вдруг этого не случится, куда можно обратиться? Хотя у нас есть план Б, то есть если у нас не получится восстановить работоспособность с федеральной системы авторизации, мы запустим свою локальную систему авторизации и, соответственно, продолжим уже локально работать. Также стало известно, что всероссийские проверочные работы во время дистанционного обучения проводиться не будут. Их планируется провести в мае после открытия школ. ЕГЭ и ОГЭ для учеников 11-х и 9-х классов не планируют отменять. Эти экзамены переносятся на две недели.